Страшно, да? Страшно, мои девочки. Страшно. Страшно будет, когда вас отравят. А теперь вы в безопасности. Мои солнышки. Мои маленькие солнышки. Мои крошу-рыбки. Красотки такие. Полюси такие. Малыши мои. Когда Бог создал человека, Он дал ему самое ценное. Душу. Рак души. Это очень распространенное заболевание в нашем обществе. Оно неизлечимо. И, увы, передается по наследству. Больной раком души порождает и воспитывает. Такого же пораженного недугом человека. Признаки заболевания очень ярко выражены для тех, кто не болен раком души. Больные же этим заболеванием признаки недуга считают нормой душевная слепота, полное омертвение ткани чувств, глухота души и недостаточность или полное отсутствие сердечного тепла в другим живым существам. Именно они, больные раком души, травят и так уже несчастных, худых собак, выбирающихся на улицах, базах и дачах. Глядя на мир своими слепыми глазами, эти больные существа сеют смерть и боль. И нет в фармацевтике таких лекарств, которые бы вылечили это уродство. И нет в нашем мире на них управы. Более того, этими больными людьми придуманы целые сообщества и организации, уничтожающие жизнь. Хоть такие четыре карапуза остались, без мамы. Едем мы в приют. Маму вчера отравили. Честно, уже некуда. Но беру. Беру. Надеюсь, что именно с этого ролика я начну. Каждый ролик теперь просить вас о помощи нам собрать на вольеры. Девочки, нам необходимы вольеры в приюте. Очень необходимы. Вы понимаете, что мой приют состоит из домиков. И очень бы хотелось, очень бы хотелось, чтобы у нас были вольеры. Чтобы я могла больших собак рассадить в вольеры, а малышей посадить в дома. Я бы купила еще один домик. Теперь у нас в наличии уже три дома. И собака, к сожалению, у нас не убавляется, а только прибавляется. Да, работает у нас платный пиар. Собачки устраиваются. К сожалению, не всех могу показывать вам на канале. Не у всех есть доступ к интернету. Но как бы я созваниваюсь и узнаю. Все вроде наши собаки попадают в адекватные семьи. И как бы я к этому очень щепетельно отношусь. Я прежде чем отвезти щенка, вообще кого-то в семью, я очень долгое время общаюсь с потенциальными хозяевами. Стараюсь узнавать. Ну, к сожалению, я говорю, пять устроили, десять привезли. И так вот у нас это нескончаемо. Но, к сожалению, больше никому они не будут нужны. Отравили маму и отравили одного щенка-подростка. Поэтому этих детей ждала бы даже участия. Брала и будем жить врагам на зло. Всем врагам на зло. И вот такой у нас сегодня опять ролик. Крик души. Город мертвых душ. Я об этом говорила и буду говорить. К сожалению, маму не успели спасти. Да, детки приехали ко мне. Но это не первая партия деток. Две недели назад кто-то добрый принес нам еще восемь щенков. Поэтому мы уже выживаем, девочки, на грани и мимо пройти не могу. Я не могла в этом дворе оставить этих щенков, потому что я знала, что их ждет та же участь. Этих бутузов. Поэтому худили бедно. Поехали ко мне. Теснимся, ютимся. Скоро буду собирать экстренно на вольеры. Надеюсь, что вы все откликнетесь, поможете. Потому что в этом городе, еще раз говорю, кроме меня, кроме меня, больше собаки, щенки не нужны никому. С большим уважением к вам, волонтеры бездомных животных. И приюту твори добро. Я Наталья. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»